Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь. Ну что ж, мы продолжаем следить за развитием событий в банковской сфере, среде, секторе США. Волатильность остается на рынках значительной, потому что все следят за тем, как обстоят дела в крупных венчурных банках и когда будет следующий банк, который сообщит о своем банкротстве. Напомню, что многие этой истории растут еще с конца прошлой недели. Все началось с банкротства Silicon Valley Bank. Я специально опускаю тему Silvergate, потому что это как бы уже не актуально. Мы говорим о банках с очень серьезной капитализацией. В частности, капитализация Silver Valley Bank была около 200 миллиардов долларов. События развивались очень быстро, даже странно. В начале торговой сессии пятницы банк сообщил о проблемах с ликвидностью. В конце дня регулятор принял решение приосновить деятельность этого банка. На выходных то же самое последовало в отношении Сигнича Бенка и Байден выступил с обращением к нации. Успокоил, точнее у него была цель успокоить общественность, дать понять, что все средства в сохранности все сохранят доступ к своим сбережениям. Помимо этого Байден объявил о запуске программы экстренного финансирования для банков посредством предоставления спасительной ликвидности. Но объемы этой программы вызывают много вопросов. Всего лишь 25 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2008 году, когда тоже начинал набирать обороты банковский кризис, регуляторы приняли решение предоставить ликвидность почти на 600-700 миллиардов долларов. И сейчас 25 миллиардов долларов. Ну, есть о чем задуматься. Может быть, ФРС знает больше, чем мы. Может быть, регуляторы прекрасно понимают, что развитие событий 2008 года не будет, не повторится. Но мне кажется, что история периодически повторяется. Поэтому не нужно недооценивать риски, которые, на мой взгляд, сейчас прям очевидны. В том числе для американского банковского сектора. Что дальше? Если посмотреть на текущие торги и то, что происходит с фондовыми индексами, может сложиться ощущение, что худший уже позади. Индексы не находятся уже в нисходящем пике. На премаркете банки не показывают потери на 40, 50, 60 процентов. Вчерашняя торговая сессия вовсе стабильная и спокойная для банковского сектора. И самое, наверное, простое, что сейчас можно сказать, что мы не увидим дальнейшего развития банковского кризиса. Но я думаю, что все-таки нужно делать еще небольшую ставку на возможность реализации сценария, при котором ситуация может стать такой же сложной, как было в конце прошлой недели и в начале этой. И к тому же одна торговая сессия, то есть по одной торговой сессии судить о том, что банковский кризис удалось именовать, это неправильно. Слишком мало времени прошло. Нужно подождать неделю, две, может быть, месяца. И кто знает, возможно, даже в более ранней перспективе мы увидим еще одно слабое звено, которое также вынуждено сообщить о проблемах с ликвидностью и перезапустит вот этот маховик панических настроений, Бэнк Рана и разговоров о начале полномасштабного экономического кризиса пока что в США, но который далеко может перерасти в общемировой экономический кризис. Что делать на текущем этапе? Вот в отношении доллара. Текущие котировки по индексу американской валюты 103.23. Очень интересная ситуация для доллара. Я вижу несколько сценариев того, что с долларом может быть дальше. Два сценария оптимистичны. Причем первый сценарий заключается в том, что если ситуация все-таки успокоится и банковский кризис отступит, мы с вами вернемся к старым добрым спекуляциям на тему того, что Федрезерв должен активно бороться с инфляцией, повышая процентные ставки. Это позитивный фактор для доллара. Еще один сценарий. Если кризис начнет набирать свои обороты, выйдет за пределы США и станет вот мировым финансовым кризисом, тогда доллар будет пользоваться спросом как защитный инструмент. Негативный сценарий для доллара может быть только одним в такой ситуации. Если американский банковский кризис так и останется только лишь локальным, региональным. И кризисные явления будут ограничены американской экономикой. Он не выйдет за пределы США. В этих условиях доллар может столкнуться с двойным ударом. Во-первых, трейдеры будут, инвесторы, институционалы будут искать альтернативные активы для вложений за рубежом. И второй момент заключается в том, что в случае кризиса в США, конечно же, американский регулятор тут же откажется от идей дальнейшего ужесточения американской монетарной политики. В таких условиях доллару придется не сладко. Но мне кажется, что пока что о таком сценарии говорить слишком рано. Давайте посмотрим на такие насущные темы сейчас. Это подготовка к заседанию американского регулятора, который состоится на следующей неделе. После выхода данных по инфляции вчера, в соответствии с прогнозами, индекс потребительских цен снизился с 6,4% до 6. Базовая инфляция тоже снизилась с 5,6% до 5,5%. Я сейчас опускаю рост месячного показателя, потому что, как показал последний месяц, на годовой индикатор месячный прирост инфляции особо не влияет. И при снижении инфляции, конечно же, сейчас трейдеры говорят о том, что на заседании на следующей неделе будет уместно повысить ставку не на 50 байсных пунктов, а на 25. Я не знаю, друзья, в итоге, какое решение будет принято, но я все же сохраню в силе свои ожидания того, что ФРС может занять более проактивную позицию. И даже повышение ставки на 25 байсных пунктов может расцениваться как попутный ветер для курса американского доллара. Длинную позицию по индексу я сохраняю. Золото 1901 доллар за тройскую унцию. Смотрим на индексы рыночных настроений. По-прежнему толпа золота шортит. 30% трейдеров только лишь его покупают. Тренд на стороне меньшинства. При текущей ситуации с вялостью доллара у золота открыта дорога вверх на уровне 1925-1950. Локальная спекулятивная сделка, кому интересно, друзья, с учетом того, что завтра заседание Европейского центрального банка. Евро-доллар, текущие котировки 1,0742. Только что я сказал, что есть высокая вероятность того, что снижение инфляции может привести к повышению ставки в США только лишь на 25 байсных пунктов. Но вот Европейский центральный банк в этот четверг, скорее всего, повысит ставку в соответствии с планами, которые были анонсированы ранее. Это значит на 50 байсных пунктов. И у нас есть возможность фактически сегодня и завтра до заседания ЕЦБ поспекулировать на контрасте монетарных политик, что может привести к росту европейской валюты выше уровня 1,08. Доллар иена 13456. Я сторонник того, что эта пара будет снижаться. Я настраиваюсь на то, что Банк Японии все же будет вынужден скорректировать монетарную политику, потому что сложная очень ситуация в экономике. Это и инфляция, которая ставится на максимум за 44% около того. Это колоссальный государственный долг, 266% от ВВП. Ну и на всем этом продолжается стимулирующая политика, которая, как мы прекрасно понимаем, лишь еще больше разгоняет инфляцию. Я делаю в текущих непростых условиях еще ставку на японскую иену как на защитный актив. И в определенных обстоятельствах защитные свойства иены могут быть более выраженными, чем у доллара. Поэтому это как бы запасной вариант, который в качестве спекулятивной сделки тоже в портфеле. Мы ждем 130 иен за доллар и допускают, что этот уровень может быть протестирован куда раньше, чем многие могут подумать. Американский фондовый рынок 3923 пункта. Ждем теста 3800 пунктов. Ничего не меняется в этом плане. И что касается рынка нефти. 78,48 долларов за баррель. Вчера была позитивная новость, связанная с тем, что эксперты ОПЕК повысили прогноз спроса на нефть в Китае, средние значения на этот год, которые могут составить 710 тысяч баррелей в сутки по потреблению. Причем этот прогноз был существенно улучшен, учитывая, что прошлая оценка была на отметке 590 тысяч. Но на этом фоне рынок нефти не отреагировал соответствующим ростом, остался под давлением. Видимо, все-таки именно кризис банковского сектора США, который, многие думают, или как альтернативный сценарий перерастет в замедление экономики, кризис общенациональный, общемировой, сейчас тяготит ожидания оптимистичные по росту мировой экономики и оздоровлению, восстановлению показателей спроса. Поскольку рынок нефти сейчас под влиянием рыночных настроений, я принял решение нефтянку также закрыть и дождаться того, когда новостной фон все же улучшится. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.